Как меня зовут? Мама, ты на меня посмотри, ты что не узнаешь меня? Мать, дочь, кто я тебе? Кто я тебе? Ну, какая разница, кто? Можешь рассказать, какими у вас были с мамой отношения до болезни? Насколько вы были близки друг с другом? Как-то даже прям сложновато об этом вспомнить. Я прям чувствую, я как раз плачусь. Да, правда, было как-то очень тепло. Но это скорее как подруга была. Мы очень многим делились. Это как раз-таки вот из тех, ну, слезы. Как раз-таки из тех историй, когда мама сначала там тебя в 14 лет ругает за то, что чувствует от тебя запах сигарет. А потом уже где-то там ближе к 30 ты куришь вместе с ней, там, не знаю, за бокалом вина. Очень такая мягкая, покладистая, все понимающая. Ее очень любили мои друзья. Ну, такая мировая мама. Вот в этом доме и произошел мой первый психоз. Я жил на втором этаже. В какой-то момент мне показалось, что за дверью кто-то стоит. Я открыл дверь, эти люди куда-то убежали. Я выбегаю сюда. Когда здесь было тогда больше веток, и эти ветки начали очень сильно непроизвольно шататься. И подойдя ближе, я увидел, что к веткам привязаны веревочки. И за эти веревочки дергают. Я в этот момент подумал, что что-то здесь реально не так. Если вы, как и я, любите истории про людей с необычными диагнозами, ментальными расстройствами, редкими профессиями, иначе почему вы здесь собрались, то рекомендую вам подписаться на YouTube канал Линза. Недавно у них вышел фильм о шизофрении. Могут ли люди с таким диагнозом полноценно работать и жить в обществе? Стоит ли опасаться людей с галлюцинациями и бредовыми идеями? Переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь. У ребят много контента и креативных идей. Расскажи про первые звоночки, когда ты первый раз заметила, что что-то не так. Первый раз я заметила, что мама вообще как-то изменилась. Это буквально спустя 2-3 дня после того, как она попала в больницу. Была зима, она упала на улицу, поскользнула, сломала шею кубедра. Я помню, что я к ней пришла. Она пыталась как-то так хрохориться, что-то веселиться. Она повторяла фразу «Живы будем, не помрем». И это как-то так навязчиво звучало. То есть я видела, что она какая-то другая. То ли это был шок болевой, то ли шок от происходящего. Ну, в общем, это было странно. Дальше, дальше уже как-то больше. Была платная больница, платная операция, потом реабилитация. Ну, было видно, что она как ребенок, что ли. Как будто вот она немного не отдает отчет о том, где она. Я уходила на работу, попросила ее приготовить борщ. Она приготовила, я с удивлением обнаружила, что она не положила туда капусту. В нашей семье это обязательный ингредиент. Я у нее спросила, она как бы такая, типа, все нормально. А это не нормально. Это не было нормальным. Ну, наверное, как-то мозг такие вещи блокирует. Я так подумала, ну, наверное, про Соню. Это что, по-твоему? Соль. Зачем ты ее достаешь? Мама, остановись, пожалуйста. Мама, остановись, пожалуйста. Не открывай пакет солью, она рассыпется. Ты слышишь меня? Я говорю, не нужно открывать соль. Не нужно. Как развивалась болезнь? Почему ты перестала выпускать ее на улицу? Это было два года назад. Мама стала приходить с магазина с продуктами. А я ей деньги не давала. Я у нее спрашивала, ну, она же выглядит как старушка. В теории я думала, что, возможно, какой-нибудь добрый самаритянин решил ей приобрести продукты. Я несколько раз у нее спрашивала. Она пыталась как-то объяснить. Мне дали, мне заплатили. Там мужчина, ну, какие-то вот такие вот неразборчивые. Ну, я и правда думала, что она не ворует. Но оказалось... На тот момент мне вообще, конечно, не было весело. Я очень сильно злилась. Потому что от нее правды невозможно добиться было. На тот момент мама уже гуляла с запиской в сумке. Там был наш домашний адрес, мой номер телефона, ее там фамилия, мое отчество. Естественно, без документов, потому что можно потерять сумку, потерять документы. И однажды раздался телефонный звонок. Представились службы охраны одного магазина. Сказали, что вот тут ваша мама, мы ее поймали. Она пыталась там вынести продукты, вызывать в милицию, или вы придете, оплатите. Я сказала, что, конечно, да. Начальник службы охраны сказал, что, ну, вот вы же понимаете, ваша мама в таком состоянии, ее нельзя одну отпускать. Я говорю, ну, хорошо, а что же мне делать? Я работаю, получается, человека нужно запереть дома. Ну, я не знаю. На тот момент я заплатила за продукты. Вот именно после этого я поняла, что что-то нужно делать. Ты пыталась как-то ее замедлить? Я пыталась ее вернуть к жизни. Мне почему-то казалось, что это правда как-то вернет ее к жизни. Но потом уже позже я узнала, врачи сказали, что перемена места – это, наоборот, хуже сказывается. Я дважды возила маму на море. Один раз в Египет, второй раз в Турцию. Она очень любит море. Мы ездили там с самого моего детства в Крым. Ну, я почему-то была уверена, что это как-то ее так вернет к жизни. Ну, это же кайф путешествия, что как-то... Вспоминая даже сейчас, вот в самолете мы летели, ну, она уже такая какая-то более замкнутая ее. Сложно было разговорить, типа, о, там, смотри, там, какой вид... Ну, вот, ну, когда человек там делится эмоцией, как будто бы их нет. В море она почему-то так и не вошла... Ну, она вошла там по... Хотя она плавает хорошо. В море она вошла там буквально чуть, там, ну, до середины бедра. Как-то я говорю, так ты же умеешь плавать. Типа, давай, пошли, пошли. Ну, как-то так... Как будто бы человек не, ну, не понимал, где он и не переживал каких-то вот радостных эмоций. Радостных или каких-то грустных. Мне кажется, что в этом есть какой-то неоспоримый такой бонус. Это же кайф. Ну, тебя ничего не беспокоит. У тебя все хорошо. А что, тебе грустно? Моей маме кроме сигарет ничего не надо. Есть ли у тебя на нее какая-то злость, обида, что ей все равно на тебя? Получается, я просто здесь ничего изменить не могу. Есть такое ощущение, как будто бы вот она меня подвела. То есть, она такая, скажем, ну, не контролерша была, ну, ей очень важно было, чтобы я была в порядке. А сейчас ей все равно в порядке, я не в порядке. В порядке ли она? В порядке ли хоть что-то в этом мире? И вот такое вот есть и злость в этом есть, и недовольство в этом есть. Очень много чувств. Обратилась в психоневрологический диспансер. Психиатр сказала, что... Причем она провела опрос. Вот мамы, как ваше полное имя, отчество? Мама, ну, что-то сказала, что-то нет. Год рождения она свой не назвала. Кто я, она не сказала. Психиатр спрашивает, а какой сейчас сезон? Это был февраль. Снежок, солнышко. Мама сказала, что это то ли весна, то ли лето. А ей психиатр говорит, так вот же, смотрите, там же снег. Так и значит, какой сезон? Ну, не знаю. Тут же психиатр говорит, вам, конечно, ее нельзя оставлять одну. Ну, я, правда, здесь не вижу повода для инвалидности. Это прямо вот в одном предложении было. Выписал какие-то таблетки. Никакого улучшения состояния не было. Я обратилась в суд, чтобы признать мою маму недееспособным. Признали ее недееспособной. И уже по заключению суда у недееспособности дали нам инвалидность. Потом, да, я стала ее уже опекуном. Что самое тяжелое выходит за ней? Обычный день состоит из того, что я утром ее поднимаю. То есть, во сколько бы я не встала, она будет лежать и ждать. При этом она уже не спит, но она почему-то сама не встает. Раньше она это делала. Даже пару раз среди ночи уходила, после чего я стала закрывать дверь на замок. А сейчас она лежит. Лежит, несмотря на мокрый памперс. Даже интересно, как долго она сможет лежать. Нет, конечно, не настолько интересно, что проводить эксперименты. Ты, получается, себе утром не принадлежишь, и вечером тебе нужно укладывать ее спать. И вне зависимости от твоих желаний, погодных условий, не знаю. То есть ты привязан. Вот это вот такая моральная, ну, как цепочка. Прям вот чувствуешь себя на цепи. Мне ничего особенного не тяжело. Меня убивает, да, меня морально убивает то, что нужно повторять все по 3-5 раз. Вот она сидит, например, на диване, я ей говорю, иди, пожалуйста, в туалет. Она сидит и слышит, слушает и не идет. Мама, иди, пожалуйста, в туалет. Она просто сидит и смотрит тебе в глаза, она точно тебя слышит, но не делает. Нет, не проглотила. А что у тебя, блядь, вообще во рту? Ну, вернись сюда. Открой рот. Что ты там, блядь, вообще держишь в своем этом рту? Еду какую-то или что у тебя там такое? Мама, наглотай все изо рта. Можешь тебя кормить перестать. Проглотила? Проглотила. Иди чистить зубы. Я вообще не понимаю, что у тебя там во рту. Ужас какой-то. Есть ли у тебя какое-то раздражение на маму? Многие просто путают вот эту вот любовь, нежность. Ну, у нас в семье просто никогда этого не было. У нас любовь – это про заботу и действие. Чтобы человек был сыт, чист, чтобы он там не болел. Вот какие-то такие вещи. А вот эти все телячьи нежности, вот эти уси пути, у нас в принципе их не было. Также маму можно назвать еще такой несколько прохладной. Поэтому это просто такая семья. И не стоит вот эти все сравнения делать и называть меня извергом. И что лучше бы я отдала ее куда-нибудь и так далее, где будет прямо лучше. Вот прямо лучше там не будет, вы там не были. Сколько сейчас тебе лет и сколько ей? Мне исполнилось 40 недель назад, ей 75. Есть ли у тебя какие-то отношения, есть ли возможность построить какие-то отношения? Я уверена, что отношения – это про отдачу. Я не думаю, что у меня есть чем делиться. Думала ли ты когда-нибудь, ну, знаешь, что думала, о том, чтобы отдать на полное поручение сиделки или отдать маму в пансионат, в какое-то специализированное учреждение? Мама находилась уже в пансионате один раз, когда я уезжала на месяц в другую страну пожить, отдохнуть. Пансионат очень хороший, там загородный дом, мне очень все понравилось. Там и камеры, и медперсонал, пятиразовое питание, прямо чистенько, ни запахов, ничего. Но через месяц, когда я ее оттуда забрала, во-первых, она очень похудела, прямо очень за месяц. И потом дома она приходила в себя, ну, не знаю, пару недель точно. Там открылись какие-то новые скиллы, когда она сидела, не ела. Она просто набирала еду в рот и не ела, хотя это привычная наша еда, которую она любит, ну, все хорошо, все то же самое. То есть ходили через раз все вот это вот выплевывать. Про пансионат в целом я думала и думаю, я каждый день об этом думаю. Как будто бы мне не хватает какого-то плана, что ли. То ли я так привыкла к этому, ко всему. Во-первых, я хотела бы уехать из Белоруссии. То есть если я ее отдаю в пансионат, то мы прощаемся навсегда. Как будто бы, если я уеду, это как-то серьезно что-то изменит. Ну, наверное, так и есть. Я думаю, я уверена, что даже если это какой-то побег от себя, то это все равно гораздо лучше, чем оставаться здесь. И проживать какие-то дальше эмоции, навещать ее. Нет, если это пансионат, то это все. Я как будто бы для себя решила, что не могу ее отправить в пансионат, пока она узнает меня, что ли. Морально с ней попрощаться, ну, это же уже не она. Мне многие говорят, как так, ну, это же мама, мама. Да ну, нет же. Ну, мама же это, как любой человек, это же набор определенных свойств и качеств. Когда о тебе заботятся, когда тебя любят, когда тебя понимают, когда тебя чувствуют, видят. Ну, все что угодно. Сейчас из этого нет ничего. Ну, это не мама. Я не могу сказать, что мне уже прямо как-то очень сильно грустно по этому поводу. Так? Немного. Ты ловила себя когда-нибудь на мысли о том, что хочешь, чтобы уже это все поскорее закончилось? Мы сейчас о смерти говорим? Да, конечно. Я бы очень хотела, чтобы это закончилось как-то все безболезненно, быстро. И, не знаю, как бы это ужасно не прозвучало. А это прозвучит ужасно. И, наверное, жестко. У нее же была операция шунтирования на сердце. В 2008 году. Тогда сказали врачи, что лет 5, там 5-7 точно все будет хорошо. Прошло гораздо больше. И я правда очень надеюсь, что это будет какой-то вот, не знаю, мимолетный инсульт. Прямо, ну, прям, чтобы вот сильный, чтобы не было никаких парализованных состояний. То есть, ну, чтобы вот ей самой не было хуже. То есть, вот чтобы что-то такое случилось, чтобы она легла и не проснулась. Это было бы идеально. Да, я об этом думала и неоднократно. И меня это, не знаю, меня это в целом даже как-то не пугает. Не пугает, я бы даже не сказала, что особенно расстраивает. Не винила ты себя за такие мысли? Наверное, винила, когда они только появились. Когда там первый раз ты вот как-то думаешь, потом с кем-нибудь делишься, озвучиваешь там первый-второй раз как-то так из-под полы, смущаясь, стесняясь. Нет, сейчас нет. Более того, я их считаю очень здравыми, как бы они там ни звучали. Абсолютно точно я хочу сказать, что в каждой ситуации есть плюсы и минусы. И эта ситуация не за что, а для чего. А для чего? Для дальнейших планов, для дальнейшей свободы. Я обучаюсь сейчас, у меня совершенно другие цели. Если бы этого не произошло, вероятнее всего, я просидела бы в офисе до конца своих дней. Какой ты видишь в своей жизни после? Свободной. Свободной, как будто бы я наконец могу понять, чего же хочу именно я. Ну, когда ты не будешь связан ни кем, ни чем, ни семьей, ни обязательствами, ни родственными связями, потому что мы с мамой только вдвоем. И наконец-то можно будет полностью погрузиться в себя и так типа, а где я? Чего я хочу? Вау! Жалко ли тебе себя сейчас? У меня все чудесно. Это правда. Нет такого, что... Я серьезно говорю, у меня все гораздо-гораздо лучше, чем у многих-многих людей, которые вот как-то так или в той же ситуации находятся, или даже просто ходят на работу в офис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok